Я приветствую наших зрителей. Сегодня в понедельник очередной выпуск программы «Доживем до понедельника». В студии, как обычно, Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Елена Кальянова. Добрый вечер. Добрый вечер, я не сказал, теперь говорю добрый вечер. 370-3101 наш прямой телефон, как обычно, тоже он работает на протяжении нашей программы. Звоните, участвуйте, комментируйте, спрашивайте и пишите. Да, но еще прямее, чем телефон, у нас есть прямой фейсбук, вы туда вот это вот звонить, хотя они говорят, что звонить тоже надо. Пишите, комментируйте, восторгайтесь, критикуйте культурно. В общем, короче говоря, принимайте участие, пишите, у нас прямой эфир. Уточнил, культурно критикуйте. Ну, мы прожили неделю, да, вот до этого понедельника, и на прошлой неделе был праздник. В общем, это 14 октября, это, в общем, такой значительный достаточно праздник. Это праздник и это день покрова, то есть это вот легенда о том, как Дева Мария своим покровом защитила от нашествия мусульман, да, там, византийских верующих. Вот, ну и этот праздник, он, в общем-то, является и Днем Защитника Отечества. И это достойный праздник, и Отечество этот праздник заслужило. И Порошенко, Петр Алексеевич, наш президент и главнокомандующий, он сказал, что вот к концу октября, в принципе, предполагается у нас вообще переход на контрактную армию. Он сказал, вот до меня там много кто чего обещал, вот при мне это все произойдет. Правда, там существуют как бы контрактники и добровольцы. И вот в зоне АТО предполагается, что будет только вот контингент из контрактников и добровольцев, а все, кто демобилизуется и, в общем, уже не будут там присутствовать в зоне АТО, поэтому, естественно, что боевой дух тех наших военных, которые будут там, он будет очень боевым. Но при этом призыв он не отменил. Для того, чтобы армия была либо добровольческой, либо контрактной, либо вот вместе из этих двух частей. Переходный период, да? Да, должны отменить призыв. Один вопрос тебе можно? Ты как Богоматерь нашей передачи, у тебя есть покрова, основные покрова? Аммофор. Ты нас, если что, там покроешь? Конечно. Она нас покрывает перед каждой передачей. Я желаю, чтобы не нужно было защищать никого. Нет, ну защита всегда нужна. Защита нужна, но защищайся словом. Вот если тебя обижают, защищайся словом. Хорошо. И не применять всякие, как это было в отношении... Можно заклинанием, да, например, каким-нибудь. Я заклинаю, продолжи передачу. Продолжаем. И, конечно же, новость вчерашнего дня, да и сегодняшнего, собственно говоря, тоже. Убит один из лидеров так называемых народных ополченцев на Донбассе, Арсен Павлов. Пацан достиг успеха. Моторола, да, и такого ажиотажа, и вот, на мой взгляд, такого распространения этой новости не было, ну, подобной новости не было со времен, наверное, Евровидения, я так думаю. Очень большой ажиотаж в соцсетях, все комментируют. Не знаю, как-то вот удивляет это подобное распространение. У народа же должно быть маленькие радости. У меня есть подозрение, что это фейк, что никого там не убили. Ну, коротко, если кто не знает, еще он убит в лифте собственного дома, взорван, собственно говоря. Уже подтвердили официально его коллеги. Самодельное устройство, да. Ну, и подробности сегодня тоже обсуждаются. Захарченко, его ближайший соратник, назвал смерть Моторолы объявлением войны для Украины. Будет месть, будет вендетта, покроет всех здесь, достанут. Он сказал, что это ДРГ украинская, во что хотелось бы верить, да, диверсионно-разведывательная группа. Уже разные версии есть. Хотя, вероятно, но я лично оценю ниже 50%. Ну, что у соратники групп, ну, если групп. Ну, есть же такая группа, да, или не группа, там, организация, которая называется Мизантропс Дивижн, да, вот они взяли на себя... Это фейк уже написано. Ну, может быть, но меня просто заинтересовало, что руководитель этой группы, его зовут Дмитрий Павлов, то есть это, может, просто фамильные разборки. Он просто, да, Моторова же был Павлов. Ну, я же об этом и говорю, да. Ну, пацан успеху, жил бы себе, одну семью там в Ухте, вторую в Ростове, был бы себе мойщиком, а тут все-таки Фейсбук говорит... А ты веришь, что он был мойщиком, что это вот легенда, что... Ну, о чем не верить, я на нее недостаточно его фотографии. Так быстро поднялся... Нет, фотография, конечно, говорящая. Может, он мойщиком в бане был, какара, какара, потому что он был мойщиком, да. Сделал быструю военную карьеру на Донбассе. Пофиг, с кем он был. Главное, что он был. Вот. Они есть и одной хромосомой меньше, как бы, да, россияне говорят, лишняя хромосома. В убийстве Моторолы, вот в этом его уходе в эту ватную Волгаллу, меня, как бы, одна... Возмущает только одна вещь. Это формулировка «убит в собственном доме». В каком нахрен, извините за выражение, в собственном доме? В собственном лифте. В чужом, отшатом доме. Остальное меня все устраивает, и претензий не имею. И вот эти вот комментарии бывают, ну, с моей стороны, это, как бы, право каждого к этому относиться. Я себе очень редко позволяю по поводу... Я, возможно, позволю себе одну, когда, там, допустим, президент некой большой страны тоже отойдет в другой мир. Но, в принципе, это, да, портить ауру и так далее. В данном случае меня ничего не остановит. И вот эти комментарии, что как можно над там чужой смертью? Можно. И в этом, между прочим, российский журналист Александр Тверской написал. Вот, что меня поражают некоторые личности, которые удивляются обилию радостных комментариев к смерти Моторолу. Вы реально не понимаете? Люди жили в своей стране и никого не трогали. Потом на их землю пришли из России разные Моторолы, чтобы убивать их мужей и отцов и сыновей. Сколько семья сиротила, сколько людей невинных погибло, потому что российским маньякам, маргиналам и бандитам приспичило поехать на чужую землю, самоутвердиться за счет горя и войны. Еще вчера чей-то мужа отец ходил на работу, планировал отпуск с семьей, держа за руку своих детей. Сегодня его нет. Его жизнь взяли и забрали российские убийцы. И вы искренне удивляетесь радостью украинцев, когда они узнали, что еще один палач отправлен на тот свет. Вот. То есть, как бы, исход этой войны, ну, как он же этот, Александр Тверской говорит, предрешен заранее. Это только вопрос времени. И участие Моторола, в общем-то, последует от остальных. Это солдаты удачи. Но я еще хочу важный момент, опять-таки, последнее, что сказать, особенно, вот, уважаемые телезрители. Такая вот информация, что за два часа до своей гибели Моторола заходил на сайт Одноклассники.ру. Задумайтесь об этом. На что ты намекаешь? Куда заходить, да. Будьте осторожны в лифтах, но в лифтах еще можно выжить, в Одноклассники.ру вы не выжите. Это прямой путь в ту же ватную волгару. Ну, черный юмор, да, но очень много сегодня пишут о том, что там приспущены флаги, лифты остановлены на одну минуту, на 30 секунд. Главное, чтобы в городе не остановились лифтом, мы об этом тоже поговорим. Там, я говорю, на Донбассе, да. Ну, я, в общем, хочу сказать, что это событие, ну, как бы, просто в ряду того, что там происходит ДНР, ЛНР. Ну, на самом деле, в общем, сейчас международный маятник и вот европейское понимание, оно все-таки качнулось в пользу Украины. Ну, недавно вот принята парламентская ассамблея Совета Европы, хотя там был такой персонаж, как Аргамаунт, его, по-моему, фамилия, ну, неважно. Там, в общем-то, был испанец, который, наоборот, говорил о том, что он председатель. Сейчас наши рассматривают вопрос, чтобы его с этой должности переголосовать. О том, что Россию надо вернуть в Паре. Ну, на самом деле, это пока не произошло. В Парео. А резолюция, которая принята, она, в общем-то, очень четко сформулирована, что ответственность за гуманитарную катастрофу в Крыму и на Донбассе несет Россия как агрессор. Что на территориях ДНР, ЛНР, занятых, значит, ну, по сути дела, сепаратистами совместно с российскими войсками, невозможно провести никаких выборов. То есть, требования России, значит, вывести войска. И, по сути дела, это достаточно, ну, жесткие такие формулировки. Понятно, что Паре это не есть, как бы, их резолюция обязательна к выполнению. Но сам вектор вот этого международного отношения и сама атмосфера, она уже складывается так, что Украина, в общем, получила очень хорошую такую союзную дипломатическую поддержку. Это все здорово. Там есть один маленький нюанс. Не потому, что я хочу испортить праздник или эйфорию после ухода в Моторолы и вот этой победой. Но там, на самом же деле, есть один маленький нюанс. Там всего депутатов несколько сот оголосовали. Да, из тех, кто голосовал, большинство проголосовало, но там больше двухсот человек просто не голосовали. Да, нам даже Грузия воздержалась, что очень обидело Саакашвили. Ну, Грузия есть основание, когда в свое время их не поддержали. Не, ну, что делать? Тогда, когда вот это русская агрессия. Ну, тем не менее, в любом случае, это победа, это победа наша на дипломатическом фронте, а на фронте всяких подрывов это другая была победа. У нас есть очень много побед, даже некая стабильность в Украине наблюдается. Ежегодный рейтинг журнала Forbes появился. Обычно они публикуют топ-100 самых богатых украинцев. Так вот, я не буду говорить о всех 100, но в первой шестерке, ну, в общем-то, одни и те же люди, все стабильно. И президент наш в порядке, все нормально у него. Ну, смотри, что он продвинулся. Он на шестом месте, вот давайте сначала, Ренат Ахметов 2,3 миллиарда долларов, Коломойский 1,3 миллиарда, на третьем месте Геннадий Боголюбов 1,3, одинаково, партнеры. Все, как совпало. Четвертое место, Пинчук 1,2 миллиарда, Юрий Косюк 1 миллиард на пятом месте, и президент наш, да, 858 миллионов, даже не миллиард, на шестом месте. Ну, что, и после этого он должен к этим олигархам относиться как-то терпимо. Да, седьмая Кальянова. Очень много известных в Украине лиц продолжают этот список. Ну, и я хочу отметить, что, не знаю, мне кажется, это парадокс Украины. Очень много народных депутатов в списке самых богатых людей, народных действующих депутатов. Ну, пацаны всего достигли, теперь они хотят, чтобы достигли мы. Да, они творят для нас светлое будущее. Хотят поделиться. Ну, избравшие, но по отношению их поданы. А среди депутатов городского совета, среди остальных 60-ти. Там тоже миллионеры. Юрий Казичевич, вообще люди из Форбса. Из Форбса. Ну, или специально напечатано в другой районе. Да, есть такой, да. Районный Форбс. Да, там Бабушкинский Форбс. Кстати, вы знаете, товарищ депутат, что у вас сессия не в пятницу 21-го, а вот я прочитал в секретном вайбере 20-го. А я знал, что 20-го. Да, ты знал? Мне просто позвонили и сказали. Я не буду спрашивать, чем обусловленные причины, но 20-го сессия. А ты знаешь, что вы там будете делить? Они будут деньги делить. А нам сбрасывают на почту, и мы все читаем. А какая по счету эта сессия вашего горсовета, ты знаешь? Я должен заглянуть в почту. 15-я сессия. На самом деле, вы там, товарищ депутат, будете рассматривать очень важные с точки зрения такой инфраструктурной вопросы. Там целевые инвестиционные программы. Вы будете списывать, спишите и примите там на баланс материальной ценности и положение всяких департаментов. Не хоть не ходи уже я. Да, вот вкратце, вкратце. Не, ну серьезно. Если кроме шуток, значит, это же не Моторола, это серьезное дело. Значит, муниципальное жилье. Программа на 5 лет, с 2017 по 2021. 460 миллионов на 5 лет вы должны справедливо распределить. Из них 250 миллионов бюджетные, остальные инвесторы. Ну, это не только, чтобы защитить социально незащищенные семьи. У нас же 8,5 тысяч семей стоят в очереди на это бюджетное жилье. И максимум 15 в году получают. Но еще собираются создать фонд некого служебного жилья. Это будут планировать его строить или что с ним будут делать? Служебного подробностей. Не, ну и строить, и выкупать. Нет, ну прежде всего, конечно, строить. Да, планировать. Как всегда, скепсис. Есть же еще такое понятие. Служебное жилье бюджетникам, которые выполняют важные функции, но им не хватает зарплаты. То есть они могут либо кредит, либо зарплаты купить квартиру. И самое главное, в-третьих, создать условия, чтобы граждане сами могли купить за собственные или кредитные средства жилье. То есть 2,5 миллиона квадратных метров в концу хотят, плюс фонд служебного жилья. Очень важная вторая программа, программа энергосбережения и эффективности. У нас же в два раза больше, чем вообще положено по нормативам бюджетные. Девятый канал же не бюджетное учреждение, у вас нормально с электричеством. Бюджетное, но бюджет формируется не в городе. И в четыре раза больше, чем в Европе затраты тратятся электроэнергии. Ну, собираются модернизировать, мониторинг, теплоснабжение, все эти инженерные системы, дай бог. Велодорожки. В начале отопительного сезона. Велодорожки. Вот тут вот я после Копенгагена, особенно Амстердама, в мирные времена велосипедистов боюсь, такого велотаризма не будет, потому что их укоротят. От 25% планировалось от всех дорог города, а теперь оставить 10% снабдят велодорожками. Что значит снабдят? Покрасят краской линию. Главное не переснабдить. В смысле построят Елена. Построят. Елена, да, их построят, да, велодорожки, и вы оставите свои... Проложат их. Проложить велодорожки надо сначала построить дорожки. Так вот, я продолжу. Сессию. Дорожку мы приняли, значит, и вот четвертый пункт, который до вчерашнего дня был совершенно как бы неважным, а сейчас он приобретает особое значение. Защита лифтов. Защита лифтов, охранные системы, антивандальные камеры, электрозамки, датчики движения, чтобы не случалось таких неприятностей, как вот в Бантустане, там, в Донецком. Причем все лифты, в отличие от той перспективной программы, до конца 2017 года обещают товарищеские... Ну, я верю словам мэра. 85 лимонов... Ты отпугнешь депутатов, они не придут на сессию. И я не буду... Один уже в шоке депутат. Последнее, что я скажу, вот, школота может напрячься, потому что программа «Безопасная школа» 47,5 миллионов. Там сеть видеонаблюдения, электронные услуги, причем электронный контроль за посещениями. Если ребеночек не пришел или там прогулял, смс родителям. Настучали родителям. Да, родителям смс. Ну, не только стучать, там еще о культмассовых мероприятиях, там, о прививках и так далее. Большой брат будет следить. Ну, и будет же какая-то реорганизация департаментов, я так понимаю, это самая сложная, мутная часть. Но, в всяком случае, если серьезно, там в сухом остатке достаточно важное решение. Я желаю вам плодотворно поработать на благо города. И очень не хочется, чтобы вы там, типа, ругались и нарушали, в хорошем смысле, стабильность определенную. Хорошо. Евгений проанализировал очень тщательно. Я уже все проанонсировал. Я проанонсировал, да. А вот наши зрители тоже, по всей видимости, внимательно следят за нашей беседой. У нас телефонный звонок есть, да, я предлагаю послушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Громче, пожалуйста. По 14 октября хочется сказать праздник, вот праздник, ну а где победа? Вот толкутся два года, а где победа? И хочется вот сказать, одноклассник приехал со Швеции и был на стажировке от фирмы. Значит, на наши деньги 1 киловатт электроэнергии, гривна 30. При средней зарплате на наши деньги 90 тысяч. Ну что я могу сказать? А в 1709 году шведскому королю Карлу XII говорили, где победа? А победы не было. А сейчас зато у них электроэнергии не было. Не, ну вопрос, он горький, но он ответа какого-то не имеет. Ну причем не беспросветно горький. Ну что значит, где победа? Не, ну победа, она же не дается вот как бы так быстро, к сожалению. К сожалению, особенно против сильного и беспредельного противника. Не, ну я даже на такой вопрос, честно говоря, я не знаю и не хочу. Вы не знаете, в Стокгольме вокзал железнодорожный красивый? Красивый. Привокзальная площадь. Там все красивое. А, давай вот с маленьких побед, с которых бьется большая победа. Да, вот там, кстати, ты не сказал, да, на сессии ничего не будут говорить. Сейчас просто битва проектов происходит. Опять актуализировался вопрос реконструкции привокзальной площади. И есть уже несколько вариантов. Там и общественные активисты, и общественники предлагают. И уже есть проект, который представил Михаил Лысенко. Ну лучше. Я не знаю лучше. Я знаю. Лысенко или проект. Правда, есть моменты, которые можно обсуждать там и в том, и в том варианте. Есть моменты, которые, возможно, бы там хотелось изменить. Ну, возможно, еще есть. Еще ничего не утвердили. Ну, по крайней мере, движение. Ну, обещают, что тендер на реконструкцию привокзальной площади пройдет в январе 2017 года. Это уже, как бы, после принятия бюджета, я так понимаю, состоится. А вот к 1 ноября 2017 года планируют полностью реализовать проект. То есть к 1 января 2017 года. Это Лысенко сказал, мы должны получить красивую привокзальную площадь, я не знаю, там, со стеллой, или с бассейнами, или там, с местами для парковок, или с пешеходными зонами. С бассейном для парковок. Как примут, я не знаю. Но говорят, что на создание самого проекта Гурсовет уже потратил 2 миллиона гривен. Сколько будет стоить сам проект? Трудно представить. Что вам понравится? Мы не популярны, как говорили. Мы должны говорить, как вы в тренде. Да опять вот это распилят бабло, вот это распилят, набьют вот это все карманы, ничего не меняется. Нет, там хорошие закладываются. Ничего не происходит. Вот это как пилили, только перепилили. Так, все. Не губни. Кучма, вернись. Что за скептик, Евгений? Что за скептик? Безозой, вернись. Я считаю, что на самом деле новое, новое все время происходит. И менеджмент тоже надо менять. Ну, в городе пусть пока поработают. А вот в организации объединенных наций, между прочим, избрали нового генерального секретаря ООН Антонио Гутерриш, между прочим, португальский человек. Он был там у них премьер-министром, очень эффективным. Звучит, как бразильский футболист. Да. Значит, ну, вроде он как бы всех устраивает, ему всего 67 лет. По сравнению с Трампом. Тебе устраивает 67-летний мужчина. Португальский. Это южный, очень темпераментный. То есть я надеюсь, что... Он низкорослый? Не знаю, на фотографии нормальный. Вот. Просто на самом деле, ведь сейчас же очень много говорят, что ООН работает не очень эффективно. Вот эти вот право вето у государств, которые напрямую завязаны в эти, в общем-то, конфликтные ситуации. Вообще по международным организациям есть, есть вопросы. Вот ЮНЕСКО тоже там руководит Ирина Бокова, но это болгарка. Да, это малорусская. Нет, она болгарка, но, в общем, вот они приняли такое решение, что, например, не считать храмовую гору в Иерусалиме объектом, который культурно-исторически связан с историей Израиля. Они такие идиоты? Ну, как кто-то написал, что и в Библии ничего про ЮНЕСКО нету. Так тогда, получается, Иисуса не было? Ну, короче говоря, это на самом деле больная тема, то есть, ну, возможно, сильное там мусульманское лобби, которое считает, что главные объекты там это вот мечети мусульманские. Ну, на самом деле, Израиль сказал, что тогда и он не признает ЮНЕСКО, прекращает финансирование. И, в общем-то, там собираются, сейчас они через Америку, которая их поддерживает. По-моему, ЮНЕСКО очковать начало. Это культурное выражение очковать. Да, потому что там могут начаться антикоррупционные расследования, как это было в ФИФА. И, в общем, много чего будет. Но вот обидно, что Украина в этом вопросе вот как-то воздержалась при голосовании. Ну, ладно, у нас что, свои проблемы? Или это у меня слишком хуторянское? Не, ну а что? Ну, как бы все равно. Так, а будет тебе аргумент, а Израиль же тоже воздержался голодом вортом признавать и так далее? Тут такая зависть, получается, обидок и каких-то... Вот Украина и молчит. Вот этот Антонио Гутерриш, я надеюсь, что португальцам вообще в этом году прет. Нескорослый мужчина, 67 лет. Но я вот, значит, новый генсек в ООН, а может быть в Нигерии новый президент, хотя и старый. Потому что вот... А в Таиланде умер король. Да, король Рама. Ну, его как-то там сложно назвали. 80 лет ему вообще. Он хороший. Дай бог нам хотя бы до таких... Он не в лифте, надеюсь? Нет, он своей смерть. Своей нормальной талантской человеческой смерти. Ему больше, чем 80 лет. И его очень любил народ тайландский. Теперь королева только первая по пребыванию, по сроку пребывания. Да. Но президент Нигерии живой. И вот муж и жена, они же не от нас. И жена ей, но я жива. Все-таки мусульмане, вот то, что женщинам каким-то... Может, у нас будет... Нет, мы не потянем, конечно. Ну, давай, ты хотел уже говорить. Муж и жена, да, против какой-то харизмы. Муж и жена, не одна сатана. Это у меня была заготовлена фраза, теперь я должен повторить. И это звучит очень нелепо. А может быть, даже две сатаны. Вот так вот я закончу. Особенно есть женщины, короче говоря, в африканские селения. Жена президента Нигерии, я буду побыстрее, Мухаммаду Бухари, это президента зовут, она в интервью BBC заявила, что не даст своему мужу. Не даст, речь идет о поддержке. Мужа на будущих выборах, если он пойдет, если муж не изменит состав правительства. Вот такое вот. В чем там дело? Аиша Бухари, Аиша, так зовут эту пассионарную женщину, она говорит, что ее супруг не знает большинство чиновников в его собственном правительстве. Дословно, что говорит эта женщина? Эти люди не разделяют взгляды президента, их назначение стало возможным благодаря влиянию некоторых лиц. У нас, кстати, такое же не может быть, правда? Дословно, президент не знает 45 человек из 50 им назначенных. И я, жена его, тоже не знаю, несмотря на то, что мы... Мать его детей. Да, несмотря на то, что мы 27 лет женаты. Моя жена, например, знает все, кого я назначил. Но, правда, у нас 29 лет, а не 27. Ты все время говоришь, что ты не в штате. Да, я не президент, я просто хороший парень. А вот этот парень... Врать людям не надо, даже смотрят. А вот этот парень президент, ты сейчас в сравнении увидишь. Был, между прочим, интересный парень. Он был 30 лет назад два года президентом, нынешний президент. И вот в 2015 году опять стал, через 30 лет. Он пришел в 83-м после военного переворота. Понятно, все вот эти дела, ограничения там свободы слова, попередников в тюрьму на три месяца без предъявления официального обвинения. Запрет запастовок, все эти терапиры, все эти дела. Как ты оцениваешь действия его жены? Но там за опоздание на работу, он ввел такой приказ, вот да слушай, за опоздание на работу, за опоздание на программу, доживем до понедельника, госслужащих, публичное унижение, они должны были прыгать, как лягушки. Кое-кто сегодня пришел не вовремя. Его через два года опять свергли. Он три раза баллотировался, три раза был вторым, и через 30 лет вот стал опять на четвертый раз выиграл. За счет села и неграмотных, между прочим. И вот жена сейчас сказала, что если она не знает 45 из 50, она не даст ему поддержки. А как ты оцениваешь действия жены президента Нигерии? 4,8 по шкале Рихтера. Вот так, вот так. Я вот просто, у меня сегодня какая-то, у меня напрашивается только транспортная тема сегодня, у нас вот так вот о зарубежье, как туда добираться? Вы вот думали, как добираться с нашим-то аэропортом? В Нигере, по-моему, 107-я черная маршрутка идет. 107-я черная. И сама ли вот это до летает? Скринчика от Амора вот туда ходит. А вот Ассоциация Аэропорта Украины провела ежегодный конкурс среди аэропортов Украины, определила победителя в номинации Аэропорт Украины. И вы будете очень удивлены, когда вы узнаете, кто же победил в этом году в номинации Аэропорт Украины. Учитывались рост производственных показателей, объемы пассажироперевозок и прибыли, и реализация там всяких программ развития, реконструкции и так далее. Так вот, номер один в номинации Аэропорт города Запорожья. Я там был 4 года назад, это село Аэропорт Украины, а что там, инфраструктура, ну там реально... Объемы пассажироперевозок, благодаря чудесному развитию Днепропетровского аэропорта. Мы же им отдаем... А там что-то изменилось? Вот если бы сейчас у нас добавили минут 25 программы, я бы порылся в Фейсбуке, нашел бы я фотографии. Я 3 года назад делал фотографии. Если бы у нас добавили 20... Спроси меня, я была там неделю назад, автовокзал. Выглядит как автовокзал в маленьком каком-нибудь городочке. Так его точно не среди автовокзалов? Я не знаю, некоторые СМИ пишут, что его начали реконструировать. Я не знаю, в каком месте его начали реконструировать. Ну, что там движение, движение. Я тебе покажу фотографии. Но самолеты летают, больше там летают, чем у нас. Самолеты летают, потому что от нас уже меньше летают. Да, это просто они отобрали, как бы наши... Наши самолеты отобрали, и наши пассажиры... Билеты в одном и том же направлении, из Запорожького аэропорта, стоят гораздо дешевле. Чем из Днепр-петруска? То есть у нас там лучше, да, чем в нашей Аэропорте? Там? Нет, там просто дешевле. Поэтому туда и не везде от нас летают. Не, ну, это очень обидно, да, там, что вот почему Запорожье, почему там не Днепр, да? Это парадокс. Это парадокс. Вот, да, вот Лоза, например, тоже сказал, почему. Почему, говорит, Ногелевскую премию. На его месте тоже было бы тебя, напьешься, будешь. Да, Ногелевскую премию дали Роберту Аллену Циммерману. Да, ну, известному многим как Боб Дилан, да. То есть не Дебилан, а Б. Дилан, да. Да, Бобу Дилану, значит, дали Ногелевскую премию по литературе, причем вот с формулировкой, что за продолжение, ну, великих традиций американской поэзии. Ну, кто слушал песни Боба Дилана, понимает, что поэзия там более сильная сторона, чем музыка. Вот, но, в принципе, как бы действительно человек больше 50 лет сочиняет, поет, воздействует на Америку, воспитывает ее. Ну, и раз воспитывает Америку, то, наверное, это имеет влияние на другие, на Нигерию в какой-то степени, и на нас. Ну, что, Боб, поздравляем с Ногелевской. Да, кстати, тебя хвалит телезритель Петр Лобанок, говорит, две шикарные шутки были, почему? Обе не мои, а ваши шутки характерные. У нас две минуты. Две шикарные, для того, чтобы построить велодорожки, нужно сначала построить дорожки, и о шведскому королю в 1709-м горели, где победа. Спасибо. У нас в городе всегда было много мурчащих, да, в том числе и крупных. Сейчас самый крупный мурчащий в Украине, и это не криминал, это вот самый тяжелый кот в Украине, десятки породистых котов соревновались. И тут мы первые, ура, на кончик. Причем из дотационных регионов, из областей доноров, из дотационных районов. Причем кот должен был не просто кабан быть, а здоровый и подвижный, это важное слово. И победил наш зема, мейнкун Кекс. Давайте посмотрим, сколько он весит, как он выглядит. Кекс – рекордсмен в Украине. Ось и ответственная отзнака, которую отримал. Переверяемо его параметры. Сначала – довжина. Метр пятнадцать. Извис, ну, ага. Ставим. Ага. Спасибо. Одиннадцать восемьсот пятнадцать. Ему семнадцать килограмм, он в Германии. Но в чем причина успеха? Значит, секрет. Он ест, правильно питается, ест сырое мясо и вкусняшки, полкило. Кекс любит секс. У него девять жен там реально живет, дальше в этом видео, гарем. И тридцать котят. Он молчалив, он так во время интервью, он очень редко открывает рот, голос. Да, еще он сердцеед, любимое блюдо сердца, любит ей сердце. И награду он получил – медаль и мешок корма. И поэтому, уважаемые телезрители, вот вам рецепт счастья. Правильно питайтесь, будьте сердцеедами, любите секс, будьте молчаливыми, меньше мурчите. И будьте рыжи. Вот, и будет вам счастье, медаль и мешок корма. А если бы я был плохим конферанцией, а не плохой конферанцией, нехороший, я бы сказал, пусть у нас не будет самый тяжелый год, а пусть у нас будет самый тяжелый год. Ну ты же этого не скажешь. А я этого никогда не скажу. Это успех, это такой успех. Подложный смех здесь должен быть. Это чудесный рецепт, я считаю, что замечательное завершение для нашей программы. На сегодня все, спасибо за внимание, не болейте. Грипп надвигается, не болейте. Будет доживем до понедельника. Я сейчас не буду шутить. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok